Играем вместе. Под таким девизом в Кирове прошел фестиваль духовой музыки. Он проводится раз в три года и в этом году посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. С юными музыкантами пообщалась Вергина Матевосян. Концертный зал первой детской музыкальной школы слышал много исполнителей. Но такое количество духовиков, музыкальных составов и духовых инструментов впервые. За всю историю фестиваля «Играем вместе» в этом году он получился самым масштабным. Более 150 музыкантов, 25 коллективов города Кирова и области. Дима Сунцов – самый юный музыкант фестиваля. Ему 6 лет. А это уже его второе большое выступление. Год назад мальчика в музыкальную школу привели родители. Так он стал флейтистом. А инструменты сам себе выбрать? Нет, мама. Объяснила, почему надо играть на флейте? Да. А что ты сказала? Чтобы я превращался к нему хорошо. Саксофоны, тромбоны, волторны, трубы, флейты, гобои – все эти инструменты играли ансамблями, дуэтами и целыми оркестрами. В этом году фестиваль особенный. Посвящен он юбилею Великой Победы. А у духовых оркестров и армии давние крепкие традиции. И в годы войны духовая музыка поддерживала боевой дух бойцов. Все-таки прекрасно, что духовая музыка сейчас начинает возрождаться. Давайте вспомним прежние годы. В советское время, время перестройки, где в Безилпарк отлучала духовая музыка. Она звучит оркестром. Идет праздник. Такое ощущение. И хорошо, что к этому делу привлекаются дети. Мастерство юных исполнителей растет от фестиваля к фестивалю. Потому что всех собравшихся объединяет одно – любовь духовой музыки. Ей преданы как педагоги, так и ученики. И выступают они на одной сцене совместно. В дуэтах, трио, квинтетах и квартетах. Не зря фестиваль назвали «Играем вместе». Потому что духовая музыка трогает гораздо сильнее, если звучит целый духовой оркестр. Врагин Матевосян, Максим Козлов, Вести, Кира.